А угадайте, за кого небо? За меня... За меня... Моё солнце! Чуть ниже ключицы Пронзи как копьё! Иногда мне кажется, что у меня переизбыток говняных фильмов в крови, а это значит, что надо почитать. Никому не говорите, почитать никогда не вредно, если буквы тебя разочаровывают, то слушай. Просто дело в том, что ребята из онлайн-библиотеки Звуки и Слово предлагают более 8000 единиц контента, аудиокниги, лекции, даже подкасты. Всё по единой недорогой стоимости. Поддержка iOS и Android, только профессиональная озвучка, возможность слушать произведения без интернета, а ещё редакторские подборки, которые помогут вам сориентироваться во всей этой красоте. И более того, вы можете получить две недели бесплатной подписки по промокоду ЗвукиЧак. Достаточно лишь перейти по ссылке в описании. Фильм ещё идёт? Бахин. Приветствую. Как вы видите, дело немного пахнет керосином, отключилось заднее освещение, у меня подушки куда-то разбежались, порочу бардак. Но это не значит, что какие-то лампочки смогут меня остановить, я не смогу поговорить о российском кинематографе. Это к чему? В России очень много своеобразных проектов, которые очень долго разрабатывались, и в один прекрасный момент схлопывались и замораживались. И, к сожалению, это довольно частое явление. За многими проектами я следил. Многие, например, помнят эпопеевские кинокартины «Ви», чё, производство началось аж с 2006 года. Я ещё помню тот дурной тизер, который снимали специально для тизера. То есть они собрались, сняли тизер, и проект снова схлопнулся вплоть до 2014 года. Потрясающе! Или, например, экранизация Киры Балычёва «Тайна третьей планеты» от Тимура Бекмамбетова, где Тян из папиных дочек, а Михаил Палец и Мака носились, как у гориллы, под джунглям, видимо, прячась от чужого или хищника. Не знаю. Предположительно, в проекте было вбухано более 10 миллионов долларов, и были даже организованы специальные съёмки, которые также создавались для тизера. Я не понимаю, как у них мозги работают? Таких морозильников у нас, в принципе, много, но есть один очень любопытный проект, достойный своей конспирологии. Называется он «Небо за нас». Слышали о таком? Я тоже нет. А зря не слышали, потому что, как утверждает киностудия Magic Production, она приступает к производству самого необычного фильма в истории российского кино за последние 30 лет со времён Сталкера Тарковского. Вау. Давайте почитаем. «Небо за нас». Скоро в кино. Официальный сайт фильма. Если бог за нас, то может быть против нас. Нас против России, я полагаю. Просто вот так вкратце. Фильм открывается сцена и грандиозная автокатастрофа на трассе М1. Куча малая из автобусов, машин, грузовиков и даже поездов. 12-летний мальчик Артём Чудо, выживший. В этой страшной автокатастрофе, где погибла вся его семья, разбегает из детдома, чтобы отыскать водителя-убийцу, который намеренно спровоцировал аварию, и им движет жажда мести и справедливости. Но пока всё нормально, хотя стойте. Он даже не подозревает, что на своём пути ему предстоит встретить родственную душу, побыть на обратной стороне Луны и узнать главную тайну вселенной. Чё б нет? Взять в заложники демонстративно, казнить в прямом телеэфире сборную США и уничтожить 120 тысяч человек во время трансляции финала юношеского чемпионата мира по футболу 2020 России Великобритания на стадионе Лужники в Москве. Что это за бред? Смотрите, сайт довольно новый. Тут упоминается чемпионат мира по футболу 2018. Это всё прекрасно, учитывая, что я это читал ещё 6 лет назад. Серьёзно, я даже помню новости об этом проекте и что он, как минимум, был создан при поддержке государства. Но давайте разберёмся. Тут дело не чисто, мой дорогой Ватсон. Если пробить сайт Небо за нас в потрясающем сервисе Wayback Machine, то мы увидим, что данный сайт был создан аж в 2007 году и функционирует до сих пор. Посмотрите, сколько обновлений, сколько обновлений. Вначале была пустота. Как, в принципе, в космической одессе Стэнли Кубрика. Но основной упор был сделан на дату 12 декабря 2012 года. Почему? Потому что посмотрите, как этот сайт выглядит. Небо за нас 3D. 3D без очков. Вселенная раскроет свою тайну до конца света. И всё было бы прекрасно, только меня усвущает вот эта вот иконочка и вот эта вот иконочка. Служу России. Кстати, в 2012-м задач у нашего мальчика было гораздо больше. Узнать, что каждый человек рождён для великой цели, для яркого героического поступка, для того, чтобы изменить мир к лучшему и стать хозяином своей судьбы, чтобы предотвратить джихад против России и сорвать план террористов, убить нашего президента, взять заложники, и казнить в прямом телевизоре эфире олимпийскую сборную США, уничтожить 150 тысяч человек на олимпийских играх 2014. Я просто не понимаю, это какой-то поехавший бред наркомана. А ещё узнать, что все события в мире не случайны. Да-да-да, мы это помним. А теперь внимание. Знаете, такой сайт Рандомайс? Вот мне кажется, вот именно по этому принципу создавалось предназначение фильма «Небо за нас». Картина рассчитана на массового зрителя с разным уровнем жизненной подготовки и ожидания от просмотра. Особую роль в фильме играет второй смысловой ряд событий, перекодирующий ложные идеалы, мысли-паразиты и деструктивные образы, преднамеренно заложенные в сознание российской молодёжи через СМИ на уровне скрытых смыслов. Меня больше интересует другое. 3D без очков. В 2011-2012 году. Господи Иисус! Технологии. Обожаю. 3D кино без очков. Миф или реальность? Уникальность технологии в беспрецедентном качестве полученных киноголограмм и простоте её использования. Демонтаж обычного киноэкрана и другие доработки кинозалок вообще не требуется. Теперь вы можете ходить в кино на ваш любимый фильм несколько раз и каждый раз буквально видеть его по-новому с другого ракурса, просто садясь на разные места в кинозале. Да, это та самая революция в кино, которую мы так и не увидели. Но у них есть видеопрезентация. Давайте посмотрим. Это вообще на фейк похоже, не находите? Почему меня это вообще волнует? О, смотрите, смотрите, 3D без очков. Сайт ежегодно обновлялся и сюжет кинофильма без конца переубывался под какие-то актуальные события. Под Сочи, под присоединение Крыма, под президентские выборы, под конец света, под всё что угодно. А в одной из версий сайта было написано, что бюджет кинокартины составляет 80 миллионов долларов. Но этого проекта явно было много предназначений. Например, первое, воспитать новое поколение героев из детей и подростков. На основе древнерусских православных воинских ценностей служения Богу ближним к родине. Второе, излечить психоэнергетические травмы мыши, нанесённые российской молодёжью через СМИ и западный маскульт. У-у-у, плохая Америка! Третье, очистить россиян путём сострадания и страха, катарсис провести каждого человека, зрителя сквозь драматические, трагические ситуации, сквозь безнадёжность, дать ему выход в покой, в радость, состояние надежды, крепкой веры в себя, в великое будущее России. Кажется, нас все, кто зазывают серьёзно. Обесточить враждебный антирусский эгрегор, выплеснув и погасив через фильм негативную энергию религиозных противостояний и межэтнической ненависти внутри страны, перекодировать ложные идеалы, мысли, паразиты и деструктивные образы, умышленно заложенные создания России через СМИ на уровне второго смыслового ряда событий, просветить зрителей скрытой форме об истинных истоках, задачах и заказчиках исламского террора в российском мире, укрепить межнациональные отношения в России гуманитарной державы справедливости и космического равновесия, где славится правь. Поклоняйся небу за нас, о боги! Нирвана! В российском кино. 3D без очков. О, Господи, как прекрасно. Итого у нас пассажи. Воспитать, залечить, очистить, обесточить, перекодировать, просветить, укрепить и подготовить. Ну ты понял, да? Вон там Сталин идёт, вон где-то рядом. И на полном серьёзе там очень долгое время висела плашка при поддержке российского правительства. При поддержке российского правительства. 80 миллионов долларов. Я вот... Мне кажется, я копнул куда-то вот не туда, в какую-то очень тайную материю, где живут рептилоиды. Вон, заиграла музыка из X-файлов. Я думаю, тут важно задать логичный вопрос, кто за этим стоит. А я скажу, Константин Попов, но тот самый, Кость Попов, знаете его? Я тоже нет. Есть сайт его студии Magic Production. Ни телефонов, ни почты, ни социальных сетей, ни хера. Только немного фильмов и цитаток о кино. Так, значит, цитатка о кино от Сталина, цитатка от кино самого Константина Попова. Куда же без него? И... Пу! Ладно, хорошо. Давайте пробьём адрес. Шоссе энтузиастов 60, корпус 1. Это жилой дом. Блять, это жилой дом. Мы делаем фильм за 80 миллионов долларов. У кого-то дома. Прекрасно. Господи, какой-то цифровой распил бабла. Меня это просто поражает. Давайте пробьём хоть этого мужика Константин Попов. Наверное, он нас может чем-то удивить. Может, биографию его найду или типа того. У него даже свой сайт есть. О, смотри. Какой красавец. Посмотри, как стоит. Hello, ladies. Но после долгих и страдальческих поисков по интернетам никакой информации о Константине Попове я не нашёл. Лишь его живой журнал за 2010 год, который прекратил своё существование. Там есть два поста с очень интересными цитатами. Смотрите. Признание Путина в любви ко вселенной именно сейчас своего рода благодарность высшим силам, покровительствующим России и русскому народу за победу в августовском небесном сражении над Кремлём. Ну, ты помнишь, что августовское небесное сражение над Кремлём, да? Против масонов и уничтожения зловредного влияния Зиккурата, Мавзолея Путин открытым текстом даёт понять, он космический посланник, мыслящий вселенскими категориями. Чё это такое, а? Вот я... Я серьёзно не понимаю. Константин Попов... Мне кажется, это какой-то персонаж цифровой, который существует в интернете, который туда внедрили в 2010 году и который до сих пор выплёскивает какие-то свои ошмётки на сайт кинофильма «Небо за нас». Ну, хоть что-нибудь, Константин Попов, ну, давайте хоть что-нибудь о нём найдём. Ладно, окей. Возьмём вот эту фотографию, втунем в Google картинки и что это нам будет? Ага! А-а-а! Русский вьетнам. Срочно оформляем визу. Константин Попов, руководитель компании ТЭЛу. А что? Попов. Ну, наш чувак явно был одержим Оскаром. Вот, смотрите, у него ник «Лауреат Оскара» и на сайте «Статуэточка». А если вбить его личный сайт в веб-архив, то мы увидим вот это. Ох! Ох-ох-ох! Чувак настолько хотел получить Оскар, что он сам стал Оскаром! Я бы очень хотел, чтобы это была просто шутка, но стала бы эта шутка растягиваться на целых 11, мать его, лет. Нет, серьёзно, смотрите на веб-архив. Сайт регулярно, ежегодно обновляется. Последнее обновление было от 17 сентября до 2017 года. Я уверен, в 2018 году это ещё раз свершится. Новое пришествие какое-то. Это очень странная шутка, потому что, по-моему, над ней кекаю только я. Ну и вы сейчас немного покекайте, да? Походу, просто какой-то эмоциональный чувак из визового центра во Вьетнаме захотел сделать кинокартину на уровне Сталкера за 80 миллионов долларов в 3D без очков и продать его российскому правительству. Но, походу, где-то на препродакшене обосрался. Ну или просто бабло попилили. Плять. И эти люди создают иллюзию действительности для нашего правительства. Всё, как мы любим. По-русски. Уверен, таких проектов в России ещё много. А что касается «Небо за нас», с нетерпением буду наблюдать за каждым новым обновлением этого сайта. Я прям 6 лет только делаю, что обновляю его. Блин, почему он так запал мне в душу? Может, масоны? Вон даже Егор показывал вам браузер «Спутник» и мессенджер «Алё» от Ростелекома. И кино это тоже касается. К великому сожалению. Но, надеюсь, в нынешнее время такого будет как можно меньше. И небо за нас. Залогинься. Чё ж ты за фильм-то такой, а? Мне очень интересно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, а может, вы знаете ещё какую-то информацию об этом кинофильме. Будем дополнять её вместе. Может, эта история получит своё продолжение. Кто его знает? А если не найдёте, то хрен с ним. Извиняюсь, что долго отсутствовал на канале. Это своего рода самозагоны и осознание того, что нужно как-то перезагружаться. Это я клоню к тому, что этот выпуск мыслей-слух последний. Как и коротенько. Я хочу отказаться от этого формата и предложить вам кое-что другое. Покруче. Так что оставайтесь на связи и книга жалоб и предложений в комментариях открыта. Помимо неба за нас, пишите, что вы хотите увидеть нового на этом канале. В чём я вам надоел, а в чём я ещё прекрасен. нас ждёт очень много интересных плюх. Так что оставайтесь на связи. Спасибо за внимание. Ступайте в группу. Пальцы вверх. За нами не заржавеет. Всем пока. И небо за нас. Помни об этом. Помни. Константин Попул. Кто ж ты, сука, такой, а? Блин. Не даёт мне это покоя. Говно.